МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Акценты» с Натальей Пилипенко. Программа о явлениях, а не событиях. Мы не просто выделим самое важное, а расскажем, почему это так важно. Расставим акценты. После майских праздников подведем статистические итоги. Почти каждый четвертый работающий россиянин обычно добавляет к майским праздникам дни отпуска, чтобы получились настоящие каникулы. При этом чаще всего мы проводим весенние выходные дома в родном городе. Занимаемся семейными делами, общаемся с родными, гуляем в парках. И все меньше россиян используют майские праздники для работы на дачных участках. Однако еще реже практикуется отдых на природе, работа, несмотря на выходные, и путешествия. Есть и те, кто по праздникам любит ходить в гости, ездить на рыбалку и просто бездельничать. По сути, майские каникулы стали репетицией перед сезоном отпусков. И коли уж большинство предпочитает отдыхать, не выезжая за пределы своей малой родины, мы решили выяснить, а где белгородцы могут проводить выходные, праздники и даже целый отпуск. Живописный уголок в поселке Чернянка – часть районной программы по созданию рекреационных зон. Он настолько пришелся по вкусу местным жителям, что сюда обязательно стараются заехать молодожены. Но вот беда – мусор после себя отдыхающие убирать не привыкли. А людей, которые постоянно следили бы за порядком, здесь тоже нет. Спасают только субботники, но ведь они проходят раз в год. А это место отдыха в Чернянке шесть лет назад оборудовали местные ребята – спортсмены. Каждый год энтузиасты самостоятельно проводят здесь и косметический ремонт. А вот отдыхать тут может любой желающий. Условие одно – не мусорить. Ребята делали это для себя, но естественно, что сюда приходят не только одни отдыхать, но и другие. Кто-то относится к этому месту с пониманием, с уважением к этим ребятам, к их труду. О том, что они сделали это прекрасное место, чтобы было куда пойти, было где посидеть. Обеспечивать порядок обязуются и активисты местного казачества. Неподалеку от Холковского монастыря сейчас идет строительство еще одной зоны отдыха. Здесь можно будет отдохнуть всей семьей и совершенно бесплатно. Но за мусор и вандализм казаки обещают нещадно штрафовать. Этот родник был здесь всегда, утверждают старожилы села Хохлова Валуйского района. Но теперь каждый житель и гость города может приехать сюда отдохнуть, набрать чистой родниковой воды и искупаться в освещенном источнике. Группа энтузиастов, в которую вошли местные жители села и города, собрали средства, закупили строительный материал и сами, своими руками, облагородили это красивое место в лесу. Хотели просто сначала поставить чисто один сруб. Поставили сруб, посмотрели мало. И потихоньку-потихоньку начали собираться ребята со всего села, деньги, кто трудом, и так отремонтировали. Местные жители в основном помогали. И с Валой к ребятам приезжали, помогали тоже, и материал помогали, давали, и железо, и все, и деньги. Так что это чисто народные. В 2011 году источник был освящен в честь святителя Николая Чудотворца. Сегодня в основном на родник приезжают отдохнуть всей семьей, с детьми, пожарить шашлыки, подышать лесным воздухом и набрать цветной воды. Мы считаем, что это очень чистая вода. Почему вот она зимой теплая, не такая, не ледяная? В городе мелу много в воде, а в этой нет. Вот мы кипятим ее в основном, для чая берем. Пока мы оглядывали окрестности, более десяти человек приезжали и уезжали, набрав воды из родника. А выходные и праздники здесь выстраиваются очереди. Но самое главное, что здесь всегда чисто. И не потому, что убирают, а потому, что не мусорят. Видимо, святость места обязывает. Стремление к отдыху на природе особенно выражено у городских жителей. Глоток свежего лесного воздуха способен восстановить силы после тяжелой трудовой недели в душном городе. Но просто развести костер для шашлыков в лесу может стоить немалого штрафа. Потому к услугам белгородцев специально обустроенные пикниковые точки. В последнее время их появилось немало. Почти все – коммерческие проекты. В теплое время года ежедневно каждую из них посещает до тысячи человек. Здесь предоставляется множество платных услуг. Но просто прогуляться по лесу, где чисто и ухожено – это, конечно, доступно всем. У нас на территории находится порядка 30 беседок, в которых можно с интересом провести время. Пожарить шашлык, отдохнуть, полюбоваться лесом, посмотреть на природу. Получить эстетическое удовольствие и удовольствие от вкусно приготовленного мяса. Приезжают семьи, приезжают с детьми просто погулять по парку. Красота природы и качественный сервис. Если к этому прибавить еще и богатую историю нашего края, то Белгородщина вполне может стать привлекательной не только для внутреннего, но и въездного туризма. К этому давно стремятся власти региона. И вот нам выпал шанс осуществить задуманное. Проект «Россия-10». Мультимедийный конкурс, призванный определить десятку новых визуальных символов нашей страны. Отбор идет посредством общенародного голосования в интернете. Здесь наша область презентует шесть своих главных достопримечательностей. Это музей-диорама, музей-заповедник Прохоровское поле, Холковский монастырь, заповедник Белогорье, историко-крыеведческий музей и Преображенский собор в областном центре. Поддержать Белгородщину в межрегиональном соревновании может каждый из нас. А о том, что это даст, в нашей рубрике от первого лица. Мы понимаем с вами, что любой иностранец, любая какая-то делегация, когда приезжает и планирует там те или иные свои визиты, она смотрит там, какие достопримечательности. И не вообще какие там они где-то, а те, которые раскручены. Если мы попадем в эту десятку, если действительно мини-центр вот такой будет построен в Москве, то мы понимаем, что люди приехали там на выходной день где-то в Подмосковье, там они, по-моему, в Домодедовском районе что-то планируют, да. То есть приехали что-то, посмотрели, походили, а дальше, в общем-то, поехали уже там в отпуск, собрались и поехали непосредственно уже вживую посмотреть на тот объект, который в данном случае предлагала территория. То есть у нас с вами колоссальные преимущества перед другими, в том плане, что у нас, во-первых, достаточно много действительно таких культовых, значимых объектов на территории области, и у нас с вами очень хорошая инфраструктура. То есть новый аэропорт, который вот-вот войдет в строй, да, плюс к этому у нас прекрасный поезд, я имею в виду прекрасный по расписанию. Там Москва-Белгород вечером сел там в 10 часов здесь, здесь с утра уже к 8 оказался, то есть на месте. То есть практически за один день можно совершить там поездку из Москвы сюда в Белгород, посмотреть несколько объектов, в том числе там и диораму, в том числе и Прохоровское поле. Плюс у нас с вами великолепное расположение с точки зрения того, что мы находимся с вами на... Раньше был Шелковый путь, да, а у нас с вами вот трасса в Крым, в которой фактически люди едут, и за день обычно человек там, ну, когда едет отдыхать, то не пилит тысячу километров в день, а старается проезжать там 600-700. Мы как раз находимся в той точке, на пути из Москвы, когда, в общем-то, есть необходимость осуществить привал, и заодно потребить культурную и духовную вещь. Вот это всё надо использовать. Наша задача просто, чтобы у нас сегодня на федеральном уровне про какие-то объекты, которые вот, ну, за которые хотелось бы зацепиться, то есть население страны узнал. Потому что мы понимаем с вами о том, что особенно среди молодёжи сегодня там Великая Отечественная война уже далеко-далеко, там Прохоровское сражение тоже уже где-то там забывается. Ну, в этом году, понятно, мы попытаемся прозвучать, мы попытаемся наполнить содержанием вот их память, а тех, у кого не память, просто отсутствие знаний в этой области, попробуем влезть к ним в голову, скажем так. И наша задача в дальнейшем поддерживать это состояние. Вот поэтому невероятно важная работа и задача. Потому что если человек уже приехал, там, в Белгород, там, на несколько дней, то без сомнения, то есть и в Холке он съездит, и на другие наши объекты посмотрит, и промышленные какие-то наши современные, сегодня перспективные. То есть тем более, что у нас всё новое и новое появляется. Вот теперь там один из объектов тоже уникальный, ничего в стране такого нет. Вот, наверное, там читали, смотрели, кто-то ездил, может быть, там, тепличный комплекс в разумном. То есть абсолютно новая для нас вещь, да и для Европы в большей части новая. Вот такие какие-то вещи, изюминки, они у нас всё время появляются, нам просто их надо правильно скомпоновать, правильно их раскрутить, и тогда, в общем-то, у нас здесь поток с вами будет народа очень большой. А как только приехал человек, он же всё равно что-то съел, где-то переспал, где-то на чём-то проехал, да, то есть везде оставив по копеечке, сделал территорию немножко более состоятельной, и наших людей обеспечил работой. Согласитесь, важно не только где отдыхать, но и в какой компании. Ни с кем не чувствуешь себя так комфортно, как со своими близкими и самыми родными, со своей семьёй. 15 мая отмечается Всемирный День Семьи. Для Белгородщины это всегда особый праздник. Почему, расскажет наш сюжет. Они говорят, что они обычная семья. Просто некоторые вопросы и проблемы им может быть легче решать. С ними вера. Помогает нам вера в Бога, какая-то благодать, которая зашла с ними во время венчания. Вот это самое главное, наверное, надежда. То, что Господь поможет прийти в всякие безгоды, несчастья. Отец Василий, настоятель Святоуховского храма в селе Камызино Красненского района, и его жена Валентина воспитывают шестерых детей. Пять дочерей и четырёхлетнего сына. Когда я вижу маму, я хочу поцеловать. Хочу и так крепко-крепко обнять, чтобы меня засмеяли. Столько детей – это вовсе не сложно, признаются родители. Счастья куда больше, чем хлопот. К тому же дети очень дружны. Старшие помогают нянчить младших. Это учит их быть отзывчивыми и внимательными, трудолюбивыми и добрыми. Одним словом, людьми, уверены родители. Именно такому воспитанию служат и все семейные традиции. Главное, конечно, связаны с церковными. Как и у любой хранительницы очага, у Валентины Ковач есть и свой секрет семейного благополучия. Женщина должна быть мудрой в этом плане. Но и не забывать истину. Муж глава семьи. Жена, естественно, ему помощник, но не глава. Поэтому приходится иногда, надо знать, когда промолчать, когда что-то сказать. Это в первую очередь. И это для погоды в доме, скажем так. Для правильной погоды в доме. Чтобы она была всегда безоблачной. Но главное, считают наши герои, это все-таки любовь. Они не верят, что она живет 3 или 7 лет, а потом переходит в привычку. Не верят сами и другим доказывают своим примером. Она вечна. Любовь Богу, любому человеку. Ведь ничего не может быть так легко. Раз и на тебе. Счастливая, хорошая семья. Это труд. Это большой труд. Это где-то я в книге читала, что такое семья. Это положить в мешок два краеугольных камня. И очень сильно их трясти. И у этих камней есть два выхода. Первый. Разорвать мешок и раскатиться в разные стороны. Либо обточить свои краешки так, чтобы они друг друга не ранили. Поэтому семейная жизнь – это и есть вот эта вот обточка острых углов. А для того, чтобы получилось, это нужна помощь Божия. Конечно, еще срок не столь большой, всего 20 лет. Но уже могу сказать, что много уголков мы уже стерли. Это ли не любовь, если и через 20 лет рука в руке и нежность в глазах? На первый взгляд, Ковалевские – обычная многодетная семья, каких много в поселке Ровеньки. Но на самом деле двое деток у них приемные. Настя и Ксюша называют Александра и Лену мамой и папой. А они теперь даже не представляют жизни без своих девчонок. Семья наша образовалась такая большая с 2009 года, с августа месяц. В сентябре месяце оформила опекунство. С течением обстоятельств так получилось, что сестра погибла. Поэтому двое малолетних деток пришлось взять на воспитание к себе в семью. Все приняли дружно, конечно, так как мы и до этого с ними общались. Они у нас часто в гостях бывали. Сначала было трудновато, непривычно, потому что привыкаешься к одной постановке, потом другое. Сейчас уже все, как будто бы так и должно было быть. Иногда думаешь, что если бы их не было, так как бы мы жили. Мама трудится на местном маслозаводе, а у папы свое дело и домашнее хозяйство. Чтобы прокормить четверых детей, нужно много работать. Малыши с удовольствием помогают родителям. Маленькой Ксюше всего 5 лет, но она наравне со всеми участвовала в ремонте, чтобы в доме стало уютнее и у каждого был свой уголок. Ремонт делали в доме. Она говорит, давайте побыстрее, я буду вам помогать. Все, берет тоже кисточку, мажет обои, все, молодец, помогает. Вени хватает. Давайте я буду подметать, а вы быстрее давайте работайте. Настя самый творческий член семьи. У девочки есть одна заветная мечта – нарисовать морское солнышко с натуры. По словам Насти, именно оно дарит людям тепло и доброту. Я хочу на море, со всей семьей, чтобы мы там отдыхали, купались. Любовь в этой семье – ключевое слово. Аня – старшая дочь Елены и Александра. Для нее мама – пример для подражания. В ней безгранично много любви и нежности, говорит Анна. Я считаю, что она правильно сделала то, что взяла деток, потому что без них уже никто не представляет другой жизни. С ними веселее. Иногда даже, когда их нет, скучно уже, не та обстановка. Я считаю, что правильно поступила. Ковалевские каждый год отмечают международный праздник – День семьи. Они вместе ходят на набережную, жарят шашлык, веселятся и дарят друг другу подарки. С появлением двух маленьких любимых дочек в семье это стало доброй традицией. Это вот вчера мы поставили. Разными бывают семейные традиции. Вот и семья Губиных, Колесниченко и села Алексеевка Волоконовского района любят и на рыбалку вместе отправиться, и песни за столом спеть. Но все же куда интереснее им простые домашние хлопоты. Хозяйство большое, да и семья тоже. Николай Иванович и Дина Михайловна Колесниченко вместе уже 56-й год. Вырастили троих детей, теперь уже у них 12 внуков и трое правнуков. Кто-то разъехался по разным городам страны, а кто-то остался в отчим доме. Каждый сам делал свой выбор. Но дорогу в это небольшое село никто не забывает. По традиции собираются все вместе, когда нужна помощь в огороде. Да даже картошку элементарно копать, почему? Традиция. Мы всех всегда собираемся вместе, это весело. Пообедать, собраться. Вот. Я считаю, что это все-таки, да, традиция. У нас семья очень веселая, очень дружная, очень большая. И это радует сюда-сюда. Я вот в Белгороде живу, меня всегда сюда тянет. Вот. И я их очень сильно всех люблю. Я отцу помогаю на пасеке. Маме коровы, телята, то есть утром выгнать, вечером загнать. А отцу, конечно, когда рамки можешь поставить, а когда и мед качаем. И, конечно же, есть в доме большой стол, за которым так любят собираться всей семьей. И для этого, говорят здесь, не надо ждать особого повода. Праздник, когда вся семья в сборе. От самого маленького Ярослава, которому всего полтора месяца, до главы семьи. Ведь большая семья, где много детей, это тоже их традиция. У меня сейчас вот сын один, но я хочу еще как минимум двое детей. Конечно, это очень тяжело, но оно того стоит. Дети – это счастье. Я вот сейчас понимаю маму, вот как она нас любила, любит. И вот сейчас я это тоже вот все как бы ощутила. Понятие семьи настолько многогранно, что его четкого определения не может дать ни одна наука. И не всегда главную роль в ней играет кровное родство. Скорее, родство духовное. И мы не будем пытаться толковать значение понятия семьи. Думаю, наши герои уже это сделали. Они даже не пример для подражания. Они просто счастливые люди. Счастливые, потому что знают, что такое крепкая, дружная, любящая семья. На этом прощаюсь. Новые акценты через неделю расставим их в правильном порядке. В эфире и на сайте мирбелогоре.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова